В Ахе продолжается программа переселения из аварийного жилья. К Новому году строители планируют сдать в эксплуатацию очередной многоквартирный дом на 80 квартир. Более 100 ахинцев отправилось на выполнение задач специальной военной операции на Украине. Жители района частично мобилизация сплотила в одну большую семью. Помочь чем возможно бойцам и их семьям готов каждый. В Сахалинской области расширят программу благоустройства. На заседании правительства губернатор Валерий Лимаренко поднял вопрос о приведениях порядок дворов и подъезда, об устройстве общественных пространств. Здравствуйте! В эфире Ахинского телевидения новости в студии Евгений Мелехов. Контроль за возведением новых жилых домов в Ахе осуществляет лично министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых. 22 октября он прибыл на север Сахалина. В островном регионе до конца 2026 года планируется расселить более 600 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Ключи от новых квартир получат свыше 28 тысяч сахалинцев и курильчан. Расселение уже идет ускоренными темпами. В этом островной регион поддерживает правительство Российской Федерации. Власти предусмотрели из федерального бюджета 11 миллиардов рублей. По поручению Валерия Лимаренко Сахалинская область досрочно завершила программу расселения жилфонда, признанного аварийным, до 1 января 2017 года. Это позволило региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения. В прошлом году островной регион уже получил порядка 2 миллиардов рублей из бюджета Российской Федерации. Жесткий контроль за работой строителей в Ахе осуществляет лично министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых. 22 октября для этих целей он прибыл на север Сахалина, проверил стройплощадки и встретился с жителями. Пришло более 25 человек, задали интересующие вопросы. Основные вопросы касались расселения из аварийного жилого фонда, в том числе переселения на юг Сахалинской области. Рассказал о перспективах и сроках принятия нормативных документов, необходимых для того, чтобы определить перечень категории граждан, которые подпадают под переселение на юг. Ну и, соответственно, обсудили вопросы, связанные с текущими стройками. Также граждан интересовал вопрос качества, пояснил, что возможно участие в народном контроле, что каждый подрядчик обязан провести по квартирам и допускать в квартиры в процессе строительства, для того, чтобы граждане контролировали качество проведения отделочных работ. Министр посетил все строительные площадки, на которых кипит работа в настоящее время. Один из домов по улице Держинского уже почти достроен. Срок сдачи запланирован на конец года. Также посетил строительные площадки. Вот на одной из них сейчас мы находимся. У нас две подрядные организации строят жилье под расселение из аварийного жилья. Здесь один дом планируется сдать в этом году. Там будет 80 квартир. И вот на данной площадке строят также два дома. Их сдача запланирована до конца следующего года. Были определенные сложности у подрядной организации, точнее у застройщика, которые сейчас урегулированы. И он возобновил работу и сейчас будет ускорять их темп производства. Министр уже не первый раз приезжает с контрольной проверкой. Замечания и вопросы к строителям у министра всегда находятся. Но качество заметно улучшается, отмечает чиновник. Мы регулярно контролируем качество. Для этого государственная инспекция по строительному надзору проверяет каждый строящийся объект. Помимо этого, как я уже говорил, действует программа народной контроли. Но также специалисты министерства регулярно выезжают на объекты и работают с застройщиками. В том числе проверяют качество производства работ. Но хочется сказать, что наши застройщики потянулись в плане качества. Стало меньше замечаний. Но там, где необходимо, указываем на недостатки, на недоработки. И они подтягивают все вопросы, связанные с качеством. И что важно, каждый застройщик несет гарантию. Как правило, она составляет 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. И 5 лет они обязаны устранять все выявленные дефекты, если таковые проявляются, за свой счет. Дома в Ахе будут строить и в дальнейшем. Уже есть две перспективные площадки. Мы сегодня побывали на двух перспективных площадках. Одна из них расположена около больницы и, соответственно, бассейна. Вторая расположена около филиала САГУ и общежития. На обеих площадках планируется комплексная застройка. Соответственно, там уже по одной из них определен застройщик, который со следующего года приступит к ее освоению. Помимо этого, также отсмотрели те площадки, на которых будет сноситься расселяемое жилье. И, соответственно, на месте расселяемого аварийного жилья будет строиться новое комфортное, качественное жилье для граждан Ахинского городского округа. Напомним, срок для заключительных отделочных работ по дому на улице Держинского устроителей небольшое всего пара месяцев. Здесь новые квартиры получат 80 ахинских семей. Общественная группа АХ «Фронт» будет курировать ахинских бойцов, держать с ними связь, где бы они ни находились. Помогать и поддерживать во всем, что необходимо для каждого солдата. Адресна. В АХ по инициативе Общественного совета и рядовых горожан организована группа АХ «Фронт». Коллектив будет курировать наших ахинских бойцов, держать с ними связь, где бы они ни находились. После 22 сентября у нас возникла потребность собрать, помочь ахинцев мобилизованных. И появилась такая идея – собирать рюкзаки, ну, образно, так их назовем, рюкзаки, вещей первой необходимости. Создали группы. Группу есть в WhatsApp, есть в Telegram. Группа называется АХ «Фронту». В группах состоит уже более, так, в WhatsApp более 800 человек. Ну, где-то в общей сложности около 1000 человек состоит в группах. Люди активно помогают. Мы собираем необходимые предметы. Также собираются денежные средства на выкуп, например, термобелья, термоносков. Сейчас остро стоит вопрос о наколенниках, налокотниках, о лекарствах. То есть аптечки собрали в первую очередь. Также искали девочки из Хабаровска. Спасибо им большое. Помогали. Нашли нам гемостатические губки, нашли жгуты. Проблема стоит и в Южно-Сахалинске, то есть в аптеках не закупить. Искали, скажем так, собирались. Миру по нитке, чтобы наши ребята ни в чем не нуждались и спокойно могли отдавать долг родине. За месяц с начала мобилизации ахинцы собрали большое количество необходимых вещей и грузов для бойцов. Комплекты индивидуальные забирали ребята, которые призывались позже, добровольцами, которые шли. Они приходили непосредственно в офис, брали с собой и уезжали. И некоторые грузы отправляли уже транспортными средствами. Кто мог. Логитек, очень большое, прям огромнейшее спасибо компании. Они нам помогают, бесплатно перевозят из Хабаровска на Аху все наши посылки. Также люди неравнодушные, которым не безразлична ситуация, помогают с перевозами как к нам сюда, так и от нас в Южно-Сахалинск. Основная часть ахинцев уже отправлена на запад. Напомним, 22 сентября ушел большой отряд, поэтому участники группы Аха-фронту постараются найти всех и на территории проведения специальной военной операции. Связи уже налаживаются. Потребности каждого бойца будут учтены и обеспечены. Посылки будут отправлять почтой, как бы дорого это не обходилось. А уж найти бойца на линии фронта – задача полевой почты. Подключилось некоторое количество граждан, жителей города. Они посильно помогают тем, что вяжут какие-то носки, допустим, пояса на спину. Также делаем сейчас пробные пока варианты, но будем изготавливать карематы. Карематов нет. Что такое? Ну, подпопники, которые, опять, их нету в продаже, практически очень сложно найти, да, но материал подобрали, также на безвозмездной основе выделили, ну, кто занимается привозом материала, да, будут их тоже изготавливать. Также хотел бы сказать очень важную вещь для нас. Хотелось бы иметь какую-то обратную связь от ребят, кто находится уже, ну, непосредственно где-то на пунктах либо сбора, да, либо уже на передовой, там, или близко, какие-то, ну, естественно, не в общей группы, да, там, по родственникам или, там, как-то в личные сообщения, какую-то обратную связь по поводу того, что нужно и по поводу того, где вы находитесь, чтобы можно было как-то адресно, ну, какие-то вещи отправлять, доставлять, потому что нет, ну, мало очень информации. Мы понимаем, что надо, в принципе, всем, скорее всего, да, а информации очень мало от ребят, и как-то вот этот вопрос хотелось бы… То есть у вас задача такая, чтобы, как бы, именно вот своих, именно своих ахинцев, да, вот, обеспечить? Естественно, да, мы упор, конечно, делаем на своих ребят в первую очередь. Естественно, по возможности стараемся помочь, ну, кому можем, но у нас, естественно, на своих акцент. Организация помощи бойцам поставлена буквально на поток. Координация происходит здесь, в этом небольшом помещении. Сюда стекаются все потоки – вещей, грузов, продуктов, которые пакуются и отправляются по назначению. Люди хотят какую-то помощь оказать, а единого центра нет, там, ну, за исключением, там, вот, Нина Анатольевна Пушкаренко, там, дай бог ей здоровья, там, все нормально занимается. Но мы немножко сузили, да, вот это, не в глобальном смысле, там, оказывать помощь, а именно ахинцы помогают ахинцам. И это очень важно. И, значит, общественный совет выдвинул эту идею сначала, дальше поддержали уже мы, там, поисковое движение. Вот, и вроде как у нас вот получается нормально, то есть ахинцы активно включились. Сбор средств, там, ну, вещи, ну, что-то несут. Ну, нормально все, все хорошо. Дай бог, чтобы так и продолжалось. Ну, сегодня вот упаковываем, готовим, завтра на полигоны отправим на Ниву, на Троицкое, пацанам нашим. Ну, и дальше вот сейчас, в принципе, практически все мы отправим. Ну, дальше надо опять наращивать ресурсы, чтобы у нас был своего рода небольшой складик. В случае, если вдруг, ну, не дойдет, допустим, до мобилизации очередной, и, слава богу, значит, все, что собрали, все, что у нас есть, отправим на передовую. А если вдруг какая-то мобилизация, чтобы не получилось, как вышло вот в сентябре. То есть люди приходили на призывные пункты, и, во-первых, времени нет, и собраться проблема, это все дорого. Во-вторых, в городе ничего нет, ну, такого более-менее подходящего. Сейчас вот наладили у нас хабаровские девчонки, там трудятся наши ахинские бывшие, активно вот, благодарность им большая за это. Роют там все эти магазины, склады, ну, все, что можно, находят там. Наша задача только обеспечить их финансово, да, грубо говоря. Причем они это делают бескорыстно. Граждане Китая, работающие на рынке в Выборгском, в Хабаровске, узнав о том, куда можно направить помощь, отправили в Аху 11 мешков с вещами. Здесь термобелье, шапки, носки, перчатки и многое другое. Они желают России победы. За месяц существования группы Аха-фронту ахинцы собрали почти полмиллиона рублей на необходимые вещи для бойцов. Переводы приходят по 100, 500, 1000 рублей. Подключился пока один предприниматель. Еще одно ахинское предприятие оказало помощь в перевозке посылок до Юга Сахалина. В последний раз, кстати, отправили 44 коробки груза. А через несколько дней его вновь нужно будет отправлять. Координаторы просят отозваться ахинцев, которые на микроавтобусе или небольшом грузовике смогут отвезти груз на полигоны в Троицком и Успенском. Топливо за счет группы заправят на месте и по пути на юг и обратно. Топливо за счет группы заправят на месте и по пути на юг и обратно. Позвонить можно по телефону 8-996-345-2097. По нему же можно присоединиться к группе или отправить перевод с пометкой Аха-фронту. Также можно воспользоваться QR-кодом. Наши ахинцы, если они уже есть, там где-то на передовой, там где-то вот... У нас есть связь, да. Да. Они вот как-то вот группой там вот или всех раскидалов по... Нет, ну они как бы, конечно, они рассеиваются. Ну, у нас есть вот информация, что о группе там один из ахинцев есть. Ну, просто сейчас об этом, не знаю, как правильно говорить. Ну, какая разница, потому что мы говорим фамилии, не говорим где, просто вместя. Нет, у нас есть люди и на контакте, как бы, у нас есть на контакте люди, кто еще там с 15-го года, когда мы еще только начинали все эти истории, вот, и контактируем. И сейчас вот, кстати, мы с ними ведем диалог, чтобы они, как бы, они уже там, получается, старожил ветераны, да, какие-то свои ресурсы напрягали, там где-то искали, чтобы наших ахинцев отыскивать там, да, то есть оно же все равно там, хоть он и большой фронт, там тысячи километров, а все равно там есть свои там мобильные какие-то, ну, мало ли, то есть задача у них поставлена, что в случае ахинцев, обнаружение наших, всю обратку даем. Нам, по сути-то, надо всего лишь знать номер полевой почты. Вот, есть там службы специальные, которые в зеленой зоне находятся, то есть туда приходит посылка, они уже там на передовую, это их работа. То есть есть там такая служба, да, почта? Ну, грубо говоря, во время войны это была полевая почта, сейчас, может быть, там формация какая-то другая, но все равно это все есть. Ну, то есть если даже во время отечественного были письма, была полевая почта, каждому бойцу могли это... Да, да, то есть вот это надо, просто сейчас пока это все, они прибудут туда на место, пока там все это, ну, в общем, я надеюсь, что у нас получится вот это все сделать. Ну, это хорошо. Это, ну, и родственники должны постараться, вот мы все, все, кто приходит к нам, и мы уже когда соберем, и собираем, и мы все каждому персонально говорим, там, дружище, приедешь на место, сообщи, то есть больше ничего от тебя не надо, только сообщи, вот почта зеленая вот эта, да, адрес какими-то, ну, я понимаю, что у них это вылетает сразу из головы, так же и с родственниками общаемся, там, напоминаете, ну, потихонечку организуем. Это, конечно, хорошо, когда человек приехал, да, и, ну, там какое-то время уже служит, уже воюет, да, и вдруг он понимает, что у него там, ну, спальный мешок все, нету. 22 октября группа объявила сбор на тактическую обувь. Нужно было 8 пар ботинок, а собрали больше, закупили 9 пар. И уже сегодня летит благодарность от бойцов. Вот такие нам сейчас привезли, чисто ахинцам. Ботинки дорогие, кто там собирал, им с поклоном спасибо. Группа Ахофронту продолжает работу. Ахинцы уверены, вместе мы победим. Валерий Лемаренко ответил на вопросы сахалинцев и курильчан в прямом эфире. Традиционная прямая линия губернатора была посвящена подготовке к зиме и прохождению отопительного сезона. Многие вопросы касались Ахинского района. В первую очередь участники обсудили проблемные вопросы отопления. Они не касались Ахинского района, на севере затопили вовремя, и сегодня в квартирах жителей Северо-Сахалина комфортная температура, несмотря на прохладную погоду за окном. Губернатор напомнил сахалинцам, что на островах еще есть котельные, которые работают на угле, а газ ходит мимо людей, и это несправедливо. Программа газификации региона совместно с «Газпромом» разработана до 2025 года. После обсуждения коммунальных вопросов перешли к самым актуальным на сегодняшний день – вопросом частичной мобилизации. Сейчас проходит нормально. Но вот когда стартовало, было много замечаний. Эти замечания касались того, что больных людей брали. Эти замечания касались того, что брали людей, которые не служили. Ну и другие причины, которые всем известны и понятны. В этой ситуации сразу хочу сказать, что навели порядок. Министерство цифровизации вместе с военкоматом буквально за считанные несколько дней полностью сделало цифровку всей базы данных. Она не была раньше решена, эта задача. Сейчас абсолютно понятно. Вот все люди, которые могут быть мобилизованы, известны их адреса, известны состояния здоровья. Из той информации, которая есть у нас в Министерстве здравоохранения. А у нас есть по каждому человеку состояние здоровья. Известно, сколько детей у кого. Известно, служил или не служил, какую имеет профессию. Военную, гражданскую и так далее. То есть нам, про наших призывников и людей, которых мы мобилизуем, известно сейчас все. Обсудили в режиме прямой линии вопросы аварийных домов. Их расселение в островном регионе идет ускоренными темпами. Поддержка из федерального бюджета – 11 миллиардов рублей. По поручению губернатора Сахалинская область досрочно завершила программу расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения. Следующий вопрос у нас из города Аха. Проживаю в аварийном доме в Ахе. Срок расселения – 2024. Возможно ли, Валерий Игоревич, получить денежное возмещение раньше срока расселения дома? Такой вопрос от жителей Ахи. Ответ – да. В этой ситуации, смотрите, я… Ну, короткий ответ – да. Давайте чуть подлиннее. Вот та же проблема, что с газификацией, застаревшая проблема, и которую я увидел, ну, 4 года назад, когда сюда приехал, и я начал объезжать территорию, вдруг увидел, что большое количество жилья, которое аварийное, ну, на глаз. Так, у нас 13 миллионов квадратных метров. Ну, вот через месяц после того, как я поездил, я понял, около миллиона у нас аварийного жилья. И мы начали оформлять. Было оформлено чуть больше 100 тысяч. Так, то есть, грубо говоря, там, одна десятая часть. Все. Сегодня у нас оформлено приблизительно, там, чуть больше 700 тысяч квадратных метров. Так, часть уже реализована, потому что вот сюда не входит то жилье, которое до 17-го года. То есть, мы эту программу закончили. Иногда люди ко мне обращаются, вот у меня проблема, начиная с 17-го года. Такие проблемы только те остались, которые находятся в суде и требуют какого-то решения сторон. Ну, это штучные явления, которые надо доделывать. Но вопрос принципиально решен со всеми жильем до 17-го года. И больше того, уже там, порядка 180 тысяч квадратных метров уже нового периода, который вот от 17-го и дальше, да. Уже несколько лет в России большое внимание власти уделяют семьям с детьми. Предусмотрены различные выплаты и меры социальной поддержки как на федеральном, так и на региональных уровнях. Не нарушит ли это механизм та геополитическая ситуация, которая сложилась в мире? Прежде всего, экономические санкции недружественных стран. Многодетная семья спрашивает. Меры поддержки, которые мы получаем, нам существенно помогают. Но в социальных сетях пишут, что деньги из бюджета теперь будут в основном направляться на спецоперацию. Насколько это правда? И будут ли продолжены выплаты семьям с детьми? Смотрите, все программы работают. И мы живем по бюджету, который приняли год тому назад. Мы постарались сделать так, чтобы, ну, скажем так, бюджетные программы не были урезаны. Значит, конечно же, вот то, что связано с тем, что мы собираем ребят, собираем мобилизованных ребят, которые идут на фронт, здесь, конечно, это сравнительно небольшие средства. И они погоды никакой не делают. Теперь, что делает погоду? То, что, например, Сахалин-1 прекратил добычу нефти в 15 мая и 16 сентября, добычу газа, и то, что объем выполненных работ этой компании будет вдвое меньше, чем в прошлом году, это, безусловно, скажется. Значит, дальше, как это будет сказываться в буквальном смысле на программе? Значит, я прокомментировать не могу. Могу сказать только одно. Мы предложим все усилия, чтобы программы не обрезать. Значит, мы сейчас с депутатами, с новым созывом депутатов. Люди опытные. Половину из них уже были депутатами раньше. Так вот, мы сейчас с ними будем готовить программу на ближайшие три года. Интересный вопрос от жителей области по поводу цен. В частности, на товары, необходимые военным. Во-первых, контролируется. Раз. Теперь давайте все-таки вернемся. Смотрите. Вот у нас, если вы помните, в начале года был ажиотаж по покупке товаров. И ажиотажный спрос, собственно говоря, поднял вот эту вот мощную волну. И у нас было несколько развилок по решениям, что с этим делать. Не буду рассказывать все подробно, скажу только одно. Позвали оптовиков, сказали, что нужно купить все втрое больше, чем раньше потребляли, с тем, чтобы на полках товар был. Конодательствам не предусмотрено, чтобы мы твердые цены устанавливали. Более того, если мы будем зажимать их, тогда исчезнет товар. И тогда нужно будет выдавать по талонам. Это в эту сторону ходить просто нельзя. Мы не должны погубить бизнес. Бизнес должен быть развит, и тогда цены будут справедливыми. Теперь по поводу того, как быть с людьми, у которых малый достаток. У нас специально 25% товаров продается в магазинах социального формата. Что это такое? Во-первых, это фирменные магазины. Магазины предприятий, которые работают, сельхозяйственные предприятия, которые работают на Сахалине. Специально минимальная наценка. Прямо вот, что называется, с птицей фабрики яйцо идет в магазины. И тут же продается с минимальной наценкой. В ходе прямой линии губернатор Валерий Лимаренко ответил на множество вопросов, в том числе на вопросы о ремонте Сахалинских дорог и федеральной трассы. Он отметил, что дорожная стратегия правительства области включает скорейшее завершение асфальтирования федеральной трассы Южно-Сахалинск-АХА. На прямую линию также было много частных обращений. Касались они личных проблем жителей Сахалинской области. Даже если эти вопросы не прозвучали в ходе прямой линии, они не остались без внимания главы региона и руководителей органов исполнительной власти. В связи с проведением специальной военной операции на территориях бывшей Украины, учитывая, что против территориальной ценности Российской Федерации применяются вооруженные силы врага, президент Владимир Путин ввел военное положение в новых регионах нашей страны. Также в связи с усилением террористической опасности различные режимы введены в других регионах России. На Совете безопасности президент особое внимание уделил мобилизации. Принято решение президентом нашей страны в рамках обращения к Совету безопасности. Мы считаем, конечно, принято правильное решение. Сегодня губернаторы на местах наделены полномочиями, дополнительными полномочиями, в зависимости от установленного уровня угрозы в каждом непосредственном субъекте Российской Федерации. В соответствии с этими уровнями угроз губернатор наделяется полномочиями по оказанию поддержки и помощи мобилизованным их семьям по экипировке личного состава, который направляется в зоны проведения военной операции. Конечно, эти решения позволят на месте губернатора принимать решения оперативно об оказании оперативной помощи как военнослужащим, которые направляются в зону военных операций, так и их семьям. Все это, естественно, делается для того, чтобы поддержать наших ребят, которые направляются в зону в проведение военной операции, поддержать их семьи, И оперативно, конечно, уже реагировать на изменения вот этой непростой ситуации, которая сложилась у нас в стране, особенно в регионах, в которых проводится специальная военная операция. Валерий Лимаренко поручил расширить программу благоустройства в Сахалинской области. На заседании правительства губернатор поднял вопрос о приведении порядок дворов и подъезда в благоустройство общественных пространств. Программа благоустройства в Сахалинской области расширит. Большой объем работ запланирован на следующий год. Сделано будет не меньше, чем летом 2022-го. А это была рекордная программа. Привели в порядок дворы, подъезды, обустраивали общественные пространства. Так, в Ахе реконструирован сквер, где расположен мемориал с вечным огнем. У проектировщиков и строителей получилось лучшее общественное пространство, построенное последние годы. В следующем году правительство островного региона планирует закрыть тему разбитых дворов в Сахалинской области. На островах не должно оставаться ни одного разбитого неухоженного двора, отметил губернатор на заседании правительства. Параллельно продолжаем приводить порядок подъезды. В каждом должно быть чисто, аккуратно, побелено, покрашено. Когда люди видят красоту и уют, они сами стремятся поддерживать это, рассказал Валерий Лимаренко. К следующему лету для каждого двора приготовят рассаду цветов. В Южно-Сахалинске в этом году глаз радовали 600 тысяч цветов. В следующем будет миллион. Мы с Сергеем Александровичем обсуждаем вопрос дальнейшего благоустройства. На будущий год надо увеличить количество цветов. Позовем бизнес, который вокруг своих территорий высадит цветы. Ну буквально. Все магазины, все офисы. Просто надо нарезать территории. Все, конкурсы, соревнования, пожалуйста. Надо, чтобы бизнес высаживал цветы. Ну и деревья, кустарники и так далее. Давайте сделаем стройотряд, который будет сажать цветы. Может быть не один, а несколько. Значит, давайте так, два, три, сколько надо студенческих отрядов, чтобы высаживали деревья, цветы. Понятно, что население подключится и так далее. Эту работу давайте сделаем организованно. Зашел во двор. Что нужно предпринять, чтобы было красиво. Вот то-то, то-то и то-то. Это нужно, чтобы они делали вместе с управляющими компаниями. Значит, надо выбрать фасады в нашем городе, которые мы могли бы разрисовать. Исключительно в тематику истории Сахалина. Что это такое? История, например, Айны и все, что связано было с этим периодом. Ну, назовем так историческим. Все, что связано с освоением. Адмирал Невельской, все остальные соратники, Лаперус были мореплавателями. Вот этот весь этап тоже надо охватить и увековечить, что называется. Капитальный ремонт дворов осуществляют по двум программам. В рамках федерального проекта «Тысячи дворов на Дальнем Востоке» уже сданы 70 придомовых территорий в 15 районах области. По областной программе формирования комфортной городской среды уже готовы 63 двора в 12 районах. Капитальным ремонтом охватили 170 дворов, хотя изначально планировали привести в порядок 120. Помимо этого выполняют рекордный объем ямочного ремонта внутри дворовых территорий. В этом году в порядок привели 987 дворов во всех муниципалитетах. Безусловным лидером стал областной центр – 447 придомовых территорий. В Ахинском отремонтированы 54 двора. Вчера вечером в Ахе загорелся расселенный двухэтажный дом номер 15 на улице Блюхера. Дом уже готовился к сносу. Некоторые части его были демонтированы. Правоохранители выясняют, был ли это поджог. Возгорание контролировали специалисты пожарной части. Интересна сама история этого дома. Он один из первых двухэтажек в Ахе так называемый фибролитовый дом. Фибролитовые панели появились в 20-х годах прошлого столетия. Это старшие ровесники современных утеплителей. Сделаны они были из соломы и цемента. И хорошо сохраняли тепло. Эти панели можно было видеть, когда была демонтирована обшивка из дерева. Двухэтажка на Блюхера стала последним представителем старой эпохи деревянного домостроения в городе. День рождения клуба «Мама, малыш и библиотека» отметила библиотека номер 13. И впервые клуб справлял его вне стен библиотеки. Потому что такого количества участников книжный дом не смог бы вместить. Хозяйка детской комнаты «Хэппи Кидс» Алена Семенова радушно предоставила свое помещение для проведения пиратской вечеринки. Шесть лет назад торжественно открылся клуб и игровая зона «Мама, малыш и библиотека». Проект был рассчитан на маленьких читателей и их родителей. Во-первых, это привлечение в библиотеку мам и, соответственно, детей с раннего возраста. Во-вторых, организация совместного досуга, когда ребенок не предоставлен самому себе, а вместе с мамой проводит время. В течение года мамы встречались со специалистами, которые могут помочь в воспитании детей. Здесь проводились познавательные беседы, конкурсные, игровые программы, семейные вечера, мастер-классы и многое другое. А на вечеринке в честь дня рождения клуба пираты похитили подарки. Участники совершали веселое путешествие, пройдя все преграды, от подсказки до подсказки и ища клад. Гости играли, соревновались, участвовали в конкурсах. Подготовка к мероприятию была очень серьезная, продумывали все до мелочей. От внимания не ускользнула ни одна деталь. От грима и костюма до конкурсов и развлечений. Веселое получилось торжество. Проект «Мама, малыш и библиотека» стал новым пространством для общения матери и малыша в проведении совместного досуга. В клуб могут записаться все желающие. В школах России появилось новое направление профильных классов. Психолога – педагогическое. И в Сахалинской области оно набирает популярность. Если в прошлом учебном году их было всего три, то в этом периоде в островных школах появилось еще 10 таких классов. Один из них открыт на базе Ахинской школы номер 7. В школе номер 7 имени Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева состоялась торжественная церемония посвящения десятиклассников, учащихся психологопедагогического класса. Он открыт в рамках реализации концепции профильных психологопедагогических классов, разработанной Академией Министерства просвещения Российской Федерации. Впервые в муниципальном образовании открывается такой класс. И мы очень надеемся, что вы через два года поступите в педагогические вузы и вернетесь в нашу муниципальную в качестве преподавателей и других работников сферы образования. Поэтому мне хочется пожелать вам веры в себя, успехов. Ну и самое важное, наверное, качество, которое пригодится вам в дальнейшем, и так необходимое педагогу будущему – это любовь к детям. Поэтому любите себя, детей, уважайте взрослых и удачи вам. В Сахалинской области новое направление профильных классов пользуется популярностью. В регионе появилось уже 10 таких классов. Курирует функционирование Институт развития образования Сахалинской области. В АХЕ в психолого-педагогическом классе 17 человек. В процессе обучения ребят познакомят с особенностями педагогической профессии, основными понятиями психологии, педагогики и другими направлениями, которые необходимы современному учителю. Профильный класс зачисляли учеников по их желанию. Ребята получат не только теоретические знания, но и опыт предпрофессиональной педагогической деятельности. Они смогут попробовать себя в качестве вожатых, наставников, будут проводить общешкольные мероприятия, готовить и реализовывать собственные педагогические проекты. На протяжении двух лет опытные педагоги школы и преподаватели Сахалинского государственного университета будут творить, созидать и готовить из обычных школьников будущих педагогов свою достойную смену. Школа заключила договор о сетевом взаимодействии с Институтом психологии и педагогики Сахалинского государственного университета. В учебный план помимо профильных предметов – русский язык и математика – включены спецкурсы – основы педагогики, психологии, введение в педагогическую деятельность, основы методической воспитательной работы, культура речи. Занятия в дистанционном формате проводят преподаватели кафедры теории и методики обучения и воспитания. В дальнейшем поступить в вуз на педагогическую специальность можно по целевому набору. Окончив психолого-педагогический класс, выпускники получат в первую очередь знания основ педагогики и психологии, опыт педагогической деятельности, а значит, их выбор будет более осознанным. И, возможно, именно эти ребята станут студентами педагогических вузов и колледжей, а потом придут работать в детские сады, школы, организации дополнительного образования, пополнив ряды педагогов Сахалинской области. В Южно-Сахалинске прошло первенство Сахалинской области по баскетболу среди команд юношей и девушек до 14 лет. Участие в соревнованиях принимали представители Южно-Сахалинска, Долинска, Александра Сахалинского, Корсакова и две команды Ахинской спортивной школы – юноши и девушки. По итогам упорной борьбы Ахинская команда юноши завоевала серебряные медали. Места распределились следующим образом. Победителем первенства стали баскетболисты Южно-Сахалинска, на втором месте Аха, на третьем – Александр Сахалинский. Лучшим игроком первенства признан игрок команды Ахи Дмитрий Привалов. Команда ахинских девушек выступила немного скромнее, остановившись в шаге от педестала, заняв четвертое место. Призеры соревнований награждены медалями и грамотами Министерства спорта Сахалинской области. Команды подготовил тренер спортивной школы Дмитрий Конушкин. А у нас на этом все. Спасибо за внимание и до встречи.